МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чрезвычайная ситуация на канале Беларусь4, а наш выпуск сегодня условно про нестабильные нуклиды. Это радиоактивные изотопы, которые грибники, ягодники, рыбаки не видят и все-таки берут в довесок своей добычи. Истинно ради отметим, что сами они эти дары природы не едят. Лисички, чернику или рыбку с повышенным содержанием радионуклидов преступные заготовители предлагают нам, несведущим и доверчивым покупателям. В свою очередь, сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира в последние ягодно-гребные недели вынуждены чуть ли не ежедневно обследовать загрязненные территории. И вот несколько последних примеров этой работы. Один из последних фактов. В зоне отселения в Добружском районе задержан безработный житель райцентра. Вышли на него благодаря оперативной информации на телефон доверия Межрайинспекции охраны животного и растительного мира. Примечателен тот факт, что для поимки нарушителя инспекторам природы охраны пришлось подключать госавтоинспекторов. Спустя несколько часов поиска мотоциклист был задержан. В момент досмотра на КПП при нем нашли около 15 килограммов рыбы, надувную лодку и сети. Вскоре выяснилось, что незаконный лов на незаконное орудие в запретной зоне он произвел на озере Ревучее. По предварительным оценкам, радиоактивный фон по Цезию в этом месте около 1000 килобекерелей на квадратный метр. Это в 6 раз выше допустимых норм на продукты питания. Сотрудниками отдела ГАИ Добружского района данный гражданин был задержан. Вред, причиненный окружающей среде, составил в размере 198 базовых величин. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа либо лишения свободы до трех лет. Данный гражданин неоднократно в течение 2013 года привлекался органами Государственной инспекции охраны животных растительного мира по факту незаконной добычи лова рыбы, а именно с использованием электроловильных установок и по части 1 статьи 1535 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Похожий случай был зафиксирован на территории Полесского радиационно-экологического заповедника в Наравлянском районе. Браконьеры заприметили сотрудники заповедника, когда тот переплавлялся через реку в сторону города. Вызвали инспекторов природоохраны. Уже в ходе разбирательств с нарушителем выяснилось немало интересных обстоятельств, а сумма начисленного ущерба природе стала рекордной – почти 10 тысяч долларов США в пересчете. При выяснении обстоятельств добычи этой рыбы было обнаружено на другом берегу от города Наравля еще одно плавательное средство. Мужчина показал, что рыбу он ловил на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Ввиду того, что действиями гражданина был причинен ущерб в особо крупном размере, в общей сложности порядка 900 базовых величин или около 19 тысяч белорусских рублей. На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа Наравлянского РОВД. В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Другая, не менее фонящая, так сказать, тема – это грибы. Говорят, этот год был особенно богат на лисички и белые грибы на юге Беларуси. Очевидно, что на закрытых территориях таких вот даров природы больше всего. Именно в загрязненных радиации зонах только в июле были задержаны 10 грибников, а в ходе только одного контрольно-полевого мероприятия в Ветковском районе сразу 4 любителя тихой охоты на эти радиоактивные дары были задержаны на местах сбора. Но страшнее всего конечная цель сбора грибов в зоне, которую люди без утайки, пояснили инспекторам. Грибы предназначались для продажи. Данные граждане пояснили, что грибы, собранные ими, попадают на рынки города Гомель, где они их реализуют. Так, в ходе последнего контрольного мероприятия нами было выявлено 4 правонарушения, которые совершили граждане в Ветковском районе, собирали грибы-лисички. Данное деяние предусмотрено административным кодексом по статье, по части 1 статьи 15.26, санкция которой предусматривает штраф до 20 базовых величин. Лично мне любой вид охоты на животных кажется варварским. Наша цивилизация, развитие животноводства давно достигли такого уровня, когда мясо, добытое по всем необходимым санитарно-гигиеническим нормам, доступно почти в любом продуктовом магазине. И тем более варварской и даже откровенно преступной видится незаконная охота забавы ради. Именно об этом предлагаю поговорить на языке закона. В одной из деревень Брагинского района госинспекторы проверяли информацию о незаконно хранящемся оружии. Пришли в гости гражданина Украины, постоянно проживающему в нашей стране. Перед началом досмотра жилища спросили, есть ли оружие. Хозяин твердо заявил, что нет. Однако очень скоро под диваном все-таки нашли гладкоствольное ружье 16-го калибра. Но следующая находка поразила инспекторов еще больше. Неразделанная туша дикой рыси хранилась в специальной морозильной камере. Хозяин сообщил, что аж три года назад нашел мертвое животное в лесу и забрал на сохранение домой. Хотя сами инспекторы предполагают, что дичь в морозильнике довольно свежая. В случае незаконной добычи данного животного, вред, причиненный окружающей среде, исчисляется на основании такс, установленных указом президента Республики Беларусь, в тройном размере. Поэтому вред, причиненный окружающей среде, составил 300 базовых величин. Следует сказать, что мужчина, у которого проводился обыск и в отношении которого возбуждено данное уголовное дело, месяцем назад в составе рыболовецкой бригады, открытого акционерного общества Комаринский, был фигурантом уголовного дела, также предусмотренного статьей 281 Уголовного кодекса, это незаконная добыча рыбы. Немало наделал шуму и другой иностранец, но уже в Калинковичском районе. В охотничьих угодьях, близ деревни Березовка, россиянин открыл пальбу. Потом, правда, выяснится, что никого подстрелить он так и не смог. Зато нарушил сразу несколько законодательных актов нашей страны. Охота без разрешения и необходимой путевки, охота с использованием незарегистрированного оружия, ну а вдобавок управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В охотничьих угодьях Калинковичского района был задержан гражданин Российской Федерации, который приехал в гости к родственникам из Владимирской области и решил поохотиться, не имея на это никаких бумаг. Более того, он привез с собой неустановленным образом зарегистрированное в органах внутренних дел охотничье оружие. И при этом находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного объединения. Значит, наши работники вызвали работников милиции, государственной автоинспекции. За все три совершенных нарушения гражданин привлечен к административной ответственности и депортирован с территории Республики Беларусь. Разумеется, не только иностранцы являются субъектами разбирательств в связи с нарушениями правил охоты. Львиная доля приходится на самих белорусов. За семь месяцев, по самым последним данным по области, выявлено 72 таких нарушения. Было изъято 45 единиц огнестрельного оружия, а третьих числа незарегистрированные. У браконьеров конфисковали более 200 килограммов мяса незаконно добытых диких животных. Что касается иностранцев, то чаще всего такие нарушители попадаются на границы. Их еще «залетные» называют. Ну и берут всегда по горячим следам. В основном подобная ситуация характерна у нас для территории Ветковского, Чечерского районов. Там, где имеется непосредственно граница с Российской Федерацией, Добрусский район. Охотники либо сознательно, либо неосознанно переходят с территории Российской Федерации на территорию Республики Беларусь. И здесь уже как бы задерживаются нашими сотрудниками. В этом году были случаи задержания россиян, в том числе и с нарезным оружием, и с боеприпасами для нарезного оружия уголовные дела возбуждались. Здесь речь идет об уникальном случае эксклав Российской Федерации «Медвежья Санькова» на приграничной территории Добрусского района. Рядом с этим административным островком были задержаны несколько жителей Москвы и Подмосковья на внедорожниках с российскими номерами. Но не на малую родину спешили россияне, припася немалый арсенал боеприпасов. В закрытой зоне Беларуси их привлекает во множестве расплодившаяся живность. На российской стороне, говорят, почти всю перестреляли. Радиоактивные грибы или ягоды из лесов выгребают подчистую на продажу на стихийные рынки. Туда же зачастую идет и рыба с зараженных водоемов, что до крупной дичи на закрытых территориях. Ее чаще всего попросту отстреливают и бросают на месте. В качестве трофея оставляют фотоснимки жертвы реже рога или шкуры. Но самый большой вред природе наносится именно во время незаконной рыбалки. Именно на этот вид правонарушений приходится львиная доля всех административных и уголовных дел с начала этого года. Давайте подведем итоги. С начала этого года в целом по областной инспекции было проведено 530 контрольно-полевых мероприятий. Это на три десятка человек личного состава. При такой интенсивности выездов на водоемы, реки и лесные угодья удалось выявить тысячу нарушений природоохранного законодательства. Один из свежих примеров задержания браконьера в Кармянском районе. Местный житель средь бела дня ловил рыбу при помощи запрещенной лесковой сети. Когда на своей плоскодонке он причалил к берегу, там его уже ждали инспекторы межроинспекции. И вот тут рыбалка перешла в протокольную фазу с установлением личности нарушителя и вычислением ущерба природе. При проведении полевого контрольного мероприятия на озере в Кармянском районе вблизи деревни Октябрёва был выявлен факт незаконной добычи рыбы лесковой сетью местным гражданинам. В результате было поймано 8 особей рыбы видой линь. Вред, нанесённый окружающей среде, состоял порядка 50 базовых величин. Всего за 7 месяцев этого года у нарушителей было изъято почти 22 километра рыболовных сетей и больше тонны незаконно добытой рыбы. Всего 502 случая, включая уголовные дела с крупным и особо крупным ущербом природе, под контролем и рыболовной организацией. 8 серьёзных фактов хищения прудовой рыбы удалось выявить инспекторам в результате проверок на арендованных участках рек и озёр Гомельщины. В целом же анализ этих цифр говорит за улучшение ситуации. Практически по всем направлениям фиксируется снижение правонарушений, при том, что контрольно-полевых мероприятий меньше не стало. По выявлениям нарушений правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства происходит снижение на 25%. По выявлению правил ведения охотничьего хозяйства и охоты снижение произошло на 65%. По нарушениям правил лесопользования снижение на 9%. Процент выявленных нарушений от общего количества выявленных нарушений больше составляет по нарушениям правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. Значительная часть оперативной информации приходит от простых неравнодушных людей. В данном случае принято говорить о повышении правовой культуры населения. Все чаще люди, заприметив браконьеров, спешат сообщить в Госинспекцию охраны животного и растительного мира. В конечном итоге вся работа по всей области, в том числе при поддержке народных инспекторов, позволила компенсировать в этом году ущерб природе на сумму 5 миллиардов неденоминированных рублей. В Государственной инспекции охраны животного и растительного мира действует институт общественных инспекторов, которые активно взаимодействуют с должностными лицами Государственной инспекции, оказывают им помощь по выявлению нарушений. Также в Государственной инспекции имеется во всех межрайонных инспекциях, областной инспекции и центрального аппарата Государственной инспекции телефон доверия, на который граждане, могу с уверенностью сказать, практически ежедневно на данный телефон доверия поступает информация о том, где, на каком участке рыболовных, охотничьих угодий совершается правонарушение. Хотелось бы добавить, что мы отнюдь не призываем бойкотировать пенсионеров, продающих ягоды или прочую снять. Старикам, разумеется, надо помогать. Другое дело, что и о безопасности собственной семьи забывать нельзя. А значит, не лишним будет поход в санэпидемстанцию и проверка купленных продуктов на гигиеническую и радиологическую чистоту. Берегите себя и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова